И так, ребята, всем привет! С вами снова Настя Лир, и сегодня я решила записать такое видео, потому что я зашла, как обычно, на форум замечательного игрока Нейр, и я увидела два офигенных спойлера, от которых я просто впала в дикий шок и решила, что вы должны просто узнать об этом вместе со мной, если вы еще не заходили. В общем, этот замечательный человек сделал два спойлера на тему Хэллоуин, и первый спойлер самый такой интригующий, давайте, наверное, начнем сразу же с него. Двуликий медальон, новый предмет черного рынка. Да-да, именно, скоро Хэллоуин и администрация Ловоди сделают на Хэллоуин нам офигенный подарок. Новый предмет черного рынка, который называется Двуликий медальон. Он будет стоить два пропуска. Благодаря Двуликому медальону, ваша лошадь приобретет раздвоение личности. Это просто офигенно. Давайте узнаем именно. Что же за раздвоение личности? Каждый день ее облик может меняться в ту или иную сторону. Когда лошадь показывает свою темную сторону, ее день начинается в 2 часа ночи, и заканчивается в 18 часов, вместо 22. Она приобретает определенный бонус соответствующей масти. Ну, тут вот бонус есть, и давайте самое интересное. Ваша лошадь может встать. Сломанный робот. Когда он показывает свою темную сторону, ваша лошадь в 3 раза больше имеет шансов найти лакомства. Вот, это темная сторона, то есть здесь много новых мастей. Вот это, так сказать, светлая сторона, такой вот робот замечательный, очень, кстати, красивый. Качественно нарисованный. А вот его темная сторона, такая очень, так сказать, яркая и темная, да. Просто я в шоке, честно. Следующая пара называется сумасшедший доктор. Когда она показывает свою темную сторону, энергия настроения вашей лошади остаются 100% весь день. То есть вот эта темная сторона его, а вот его светлая сторона. То есть вот такой, вроде бы, интеллигент. А когда он переходит на темную сторону, он становится таким страшным, непонятным, но офигенским оборотнем. Следующая пара это демонический ангел. Когда он показывает свою темную сторону, ваша лошадь дает 6 штрафных очков конкурентам на соревнованиях. То есть вот этот демонический ангел, вот его темная сторона. А вот, собственно, светлая сторона. То есть вообще такой миленький, фактически святой ангелочек. А тут он становится демоном. Ну и последнее, самое интересное, ну и не самое, но в принципе как факт, довольно-таки занимательное. Вот это оборотень. Когда он показывает темную сторону, ваша лошадь выигрывает на 0,02 очков навыков, больше участвуя в миссиях. Ну, как бы ничего такого нет. То есть вот оборотень обычный, как он выглядит. И вот оборотень, который злой. И это просто офигенно. Я реально в шоке. Ну и вот тут еще написано, что двуликий медальон могут использовать только лошади старше 1 года 6 месяцев. Ну это как бы понятно. И двуликий медальон не может использоваться вместе с другой специальной мастерой. Например, винтажного яблока, или золотого яблока, или там заколдованной тыквы. Ну это в общем-то все понятно. Ну, тут все это написано. Ну, а есть минус, что двуликий медальон хранится в инвентаре не менее 90 суток и не может быть обменен в обменнике. Ориентировочная редкость окрасов. Сломанный робот, смошенщий доктор, ангел-оборотень. То есть самый редкий оборотень. Ну и ангел, можно сказать так. То есть это просто реально шикарно. Я реально в шоке, потому что это просто офигенно. Я сначала подумала, когда не открыла предыдущей масти, что это все. То есть в лошади будет, то есть она не будет никак в виде изменяться. А у нее всего лишь будет там когда-то хорошее настроение, когда плохое. Но нет, добавили вот такие очаровательные масти. Я обязательно сделаю себе такой медальон. Но это выйдет, как я понимаю, вместе с другой акцией спойлером, который возвращается. Это сласти или страсти. В общем-то у нас уже была такая акция, я тоже застала. И как я понимаю, вот этот вот новый предмет черного рынка, он будет идти вместе с этим спойлером. То есть как там одним из призов. И вот эта вот акция, которая называется сласти или страсти. Ну, в принципе, я надеюсь, что вы играли в предыдущий раз, потому что тоже довольно-таки интересно. И здесь главным призом является вот такой вот конь. Главный приз это новая божественная лошадь Египта Апоп. Апоп это одна из египетских лошадей. Каждое утро он может получить сокровища. Если вы получите, потрете сундук сокровищами, вы, возможно, выиграете печать тьмы, ну и всякую фигню. И вот последняя лошадь из пантеона богов. Это Ра, то есть она очень красивая, серьезно. Жалко, что ее нельзя отдельно получить. Это, кстати, два новых пейзажа, которые добавят в луч Гелиосави. Смысл этой акции в том, что к вам приходят такие детишки. Давайте я вам здесь покажу. Такие детишки к вам приходят, они хотят конфеток. У вас есть конфетки какие-то, ну, и вы должны им дать. Когда вы им дадите, ваш процесс получения призов, и в конце концов, эта божественная лошадь увеличивается. Но если вы не дадите им нужные конфетки, а просто скажете, типа, да сведу ли, чувак, ты мне не нужен, вообще, что тебе надо, у меня нет твоих конфет. То он будет делать вам какую-то гадость. Ну, это, в общем-то, довольно-таки интересно. И вот, кстати, призы. Да, вот видите, я была права. То есть этот новый предмет черного рынка, он идет как бы, как приз, один из главных в этой акции. Также тут есть офигенно просто заколдованная тыква и печать тьмы. То есть просто замечательно. Это великолепно, серьезно. И как же можно получить, в общем-то, конфеты, чтобы давать им сиим детям? Кстати, вот какие варианты этих детей. То есть вот они разные, с разной внешностью. Получить конфеты можно за первый вход на сайт в день игры, за чистку вашей лошади до 4 конфет в день. За победу ваших лошадей в соревнованиях до 4. Также конфеты можно изготавливать в мастерских и на горячих продажах. То есть покупать, типа аукционные и горячие продажи, в общем-то. И также купить специальный набор. Вот, допустим, пропуск 10 конфет на черном рынке. В общем-то, и все. Что я хотела на этом сказать? Серьезно, я просто безумно рада такой акции. Потому что она действительно очень интересная. И, к сожалению, она появится только в конце октября. Ну, логично, на Хэллоуин. Короче, ссылочка на его форум будет в описании. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Я хоть что-то принесла нового в вашу жизнь. Интересного, отлично. Я просто в шоке. Я сегодня зашла и такая, ух ты, вот этот поворот не может быть. Все чудесно, все прекрасно. Будем ждать Хэллоуина. И да, ребятки, ставьте лукас, если вы любите Хэллоуин. Да. Ну, ладно, ребята. Я надеюсь, что вам понравилось сие видео. Я вас всех очень сильно люблю. Все ссылки будут в описании. А с вами была Настя. Всем удачи, всем пока.